Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапы-регион. Студия Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Спасибо за победу. Ветераны Великой Отечественной войны делились воспоминаниями с анапскими школьниками на встречу поколений в Краеведческом музее. Нет стихийной торговли. На ярмарке-привозе навели порядок. Добро пожаловать. Теперь авиаперевозки между Анапой и Крымом будут субсидированы. Накануне вечером возле стелы город воинской славы было как никогда многолюдно. Школьники и студенты, спортсмены и тренеры, военнослужащие анапского гарнизона, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, жители и гости курорта собрались, чтобы вместе, словно одна дружная семья, отметить торжественное, знаковое для всех событие. Пятую годовщину со дня присвоения Анапе почетного звания город воинской славы. Милые мальчишки и девчонки, научите взрослых мирных, детские прекрасные ручонки, постарайтесь мирно сохранить. Возле стелы воинской славы звучат слова про то, что мир создан для детского смеха, радости и созидания. Подрастающее поколение, ради кого был завоеван мир, говорит, что хранит память о подвигах своих дедов и прадедов. Мы, наследники Великой Победы, со всей полнотой не только ценим ее значимость, но и храним память о ней неприкасаемой и бессмертной. Наше поколение всегда помнит, что было сделано ради нас, ради процветания нашей страны, ради счастья следующих поколений, ради мирного неба над головой. Ровно пять лет назад Анапа получила высокое звание города воинской славы. В президентском указе говорится, что присваивается оно за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками города в борьбе за свободу и независимость отечества. На нашей земле летчик Лебедев повторил подвиг Гастелла, направив свой самолет в Юровкино эшелоны фашистские, с цистернами, горючей и техникой. И мы благодарны руководству города, депутатскому корпусу, и я думаю, это мнение не только ветеранов, но и всего нашего населения, руководителям учебных учреждений, командирам воинских частей, за то, что проводятся в нас в городе такие военно-патриотические мероприятия. На митинге копия. Оригинал хранится в кабинете у главы. Сергей Сергеев отметил, что статус города накладывает на всех его жителей большую ответственность. Хочу вам сказать честно и откровенно, когда мною принимаются сложные решения, я открываю футляр и еще раз перечитываю текст. И поверьте, это очень серьезно влияет на те процессы, которые сегодня мы проводим с вами в Анаме. Мы любим свой город, мы гордимся своим городом и готовы вкладывать в него силы и душу, для того, чтобы он жил и процветал, чтобы люди, которые живут в нем, чувствовали себя поистине счастливыми людьми. Сегодня мы понимаем, что самый лучший дань памяти это то, чтобы была нормальная жизнь в нашем городе, чтобы город был красивым и чтобы со всей России приезжали к нам оздоравливаться россияне и говорили, да, город воинской славы отвечает всем своим требованиям. Это действительно один из лучших городов Российской Федерации. Песню про Анапу, город воинской славы, исполняет сводный хор из Анапчан от мала до велика. Завершилось мероприятие салютом. Участники отметили, что пройдена очередная важная веха, вместе с тем впереди годовщина Великой Победы и ее также нужно встретить достойно. Подходы к ярмарке-привозу на рынке Восточном всегда пестрели разношерстными торговыми рядами. С сегодняшнего дня стихийной торговли здесь больше не бывает. Так называемые социальные ряды на 40 мест должны стать для пенсионеров, выращивающих на своем подворье сельскохозяйственную продукцию, хорошим подспорьем для того, чтобы заработать лишнюю копейку. Социальные ряды. Что можно здесь приобрести? Это всегда старательно выращенные своими руками рассада, зелень, цветы. Сами выращиваем, своим трудом, вот с палочкой хожу, видя, выращиваю, что-то, пенсии надо добавлять, что-то. Очень все дорого. Конечно, все правильно. И радует глаз. Людмила Алексеевна победительница конкурса на лучший дворик. Она за то, чтобы красота была в каждом уголке города и на рынке тем более. Ведь то, что здесь творилось до этого дня, никому не нравилось. Инициативу главы города о создании социальных рядов пенсионерка встретила с удовольствием. Некрасиво, конечно, было. Кто на ящиках, кто на чем, кто на земле, кто это. Конечно, некрасиво. А сейчас красиво культурно. О культуре все красиво. Очень радовалось. Стоит заметить, что и в торговых рядах ярмарки происходят разительные перемены. Продавцы в одинаковых фартуках, единообразие в ценниках и витринах. Наконец-то появился солнцезащитный тент. И главное, что работающие здесь фермеры не платят за торговые места, зато сами создают уют и поддерживают порядок. Глава города Сергей Сергеев побеседовал с продавцами, посмотрел и сравнил цены на ярмарке и на соседнем рынке. Они заметно отличаются. Ярмарка предлагает продукцию на 10-20 рублей дешевле. И это существенная поддержка семейного бюджета анапчан. Сегодня глава администрации города Анапы побывал на нашей ярмарке «Привоз». С сегодняшнего дня здесь у нас новшество. По его поручению были созданы социальные ряды, на которых предоставляются места для наших пенсионеров, для людей, у которых есть свои земельные участки, которые могут на них вырасти рассаду, какие-то цветы, для того, чтобы можно было... Они будут что-то платить за это место? Нет, это все абсолютно бесплатно. Людям это нравится. Действительно, когда порядок, здесь и нашим клиентам, которые приходят на ярмарку, удобнее. Управление сельского хозяйства администрации города готово открыть еще несколько дополнительных мест для пенсионеров. Сегодня в Краеведческом музее Анапы прошла встреча поколений. В канун празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне здесь собрались ветераны, дети войны, а также учащиеся школы города. Николай Бомко ушел на фронт в 16 лет. Дошел до Берлина. Сегодня он делится воспоминаниями об этой кровопролитной войне. Такое, уверен ветеран, забывать нельзя. Война нам обошлась очень дорого. Я просто хочу вам еще раз запомнить, особенно здесь молодые ребята, чтобы запомнили эти цифры. Мы потеряли на фронте, только на фронте, 12 миллионов солдат и офицеров. Далее 5 миллионов советских людей, в основном военнопленных, а также которые забрали на оккупированной территории, погибли в концлагерях. В лагерях 5 миллионов. И кроме того, еще почти 10 миллионов советских граждан погибли от бомбежек, от голода и холода. Главная цель, которую ставили перед собой организаторы – встреча поколений. Прямой диалог нынешней молодежи с ветеранами, которым мы обязаны победой в Великой Отечественной войне. Школьники сегодня устроили для них концерт. Я не хочу, чтобы снова плывала война, чтобы в мой дом и твой дом заглянула она. А в завершении встречи школьники преподнесли ветеранам цветы. А подобные встречи решили сделать постоянными. Накануне празднования 71-й годовщины Дня Победы все слова поздравления и благодарности звучат в адрес ветеранов. Сегодня сотрудники полиции поздравили Лесникова Кузьму Григорьевича, участника Великой Отечественной войны. Отделом МВД России по городу-курорту Анапе на постоянной основе проводится работа по посещению ветеранов Великой Отечественной войны на дому. Оказывается посильная помощь. В свою очередь, посещая ветеранов, они нам очень благодарны. Мы рады их видеть. Они нас всегда тоже рады видеть. Анапа готовится отметить День Победы. Мероприятие, посвященное этому праздничному дню, обещает быть с насыщенными событиями и интересами для всех жителей и гостей курорта. 8 мая в городе пройдут патриотические акции «Вахта памяти» и «Огонь памяти». 9 мая празднование начнется в 10 часов прохождением войск торжественным маршем по улице Ленина. Далее на Театральной площади «Бессмертный полк» продолжит шествие. В 11 часов там же, на Театральной площади, начнется праздничный концерт песен военных лет «Мы, дети Великой Победы». В это же время в Ореховой роще стартует фестиваль «Сквозь годы звенит победа», а в сквере Гудовича для горожан будет работать реконструкция полевой кухни «Солдатская каша». Вечером в 20 часов все анапчане и гости курорта приглашаются на праздничное театрализованное представление «Бал Победы» и фейерверк в 22 часа. Как говорилось ранее, 10 мая в этом году на Кубани также сделали официальным нерабочим днем. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Дополнительный выходной связан с тем, что по христианским канонам на 9-й день после Пасхи отмечают день особого упоминовения усопших – Радоницу. Таким образом, впереди 4 выходных дня. И мы напоминаем, что в преддверии майских праздников и приближающегося лета, когда многие планируют поездки на природу, нужно соблюдать правила пожарной безопасности. Об этом подробнее нам рассказали сотрудники Утришского заповедника. Уважаемые жители и гости города Анапа, убедительная просьба соблюдать правила пожарной безопасности при нахождении в лесу, потому что угроза пожаров сейчас очень велика в связи с установлением пожароопасного периода. Находясь на природе, следите, пожалуйста, за тем, чтобы не оставлять открытый огонь без присмотра. Не бросайте окурки, где попало, на дороге, в траву, и вообще желательно не курить в лесу. Не бросайте бутылки, особенно стеклянные, потому что они часто являются причиной возгорания травы и, соответственно, могут привести к возгоранию леса. В заповеднике Утриш регулярно проводятся противопожарные мероприятия. Ежедневно проводится мониторинг на предмет пожарной опасности. По территории заповедника существует пять маршрутов патрулирования общей протяженностью 200 километров. Напоминаем, что нарушителям противопожарных правил грозит штраф от полутора до четырех тысяч рублей. И к другим темам. Теперь между Анапой и Крымом будут курсировать субсидируемые авиамаршруты. Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении количества авиаперевозок с предоставлением льгот в Крым, что будет способствовать развитию внутреннего туризма. Всего в список включено 15 городов. Согласно документу, право воспользоваться данной субсидией распространяется на граждан в возрасте до 23 лет, пенсионеров, инвалидов и их сопровождающих. Период выполнения таких авиамаршрутов продлится до 30 ноября. Завтра, 7 мая, в Анапе состоится традиционная открытая легкоатлетическая эстафета, посвященная 71-й годовщине Великой Победы. Ее организатором выступают Управление по физической культуре и спорту администрации. В эстафете примут участие команды школьников и студентов, жители сельских округов, анапчане и гости курорта. Торжественное открытие будет завтра в 10 часов около стела город Воинской славы. Принять участие в мероприятии приглашаются все желающие. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.